я вас всех приветствую зовут меня максим фамилия гряков данный момент я живу в калачино-дону Волгоградская область и задался вопросом о том чтобы вырастить фруктовый сад купил земли на 12 я хочу посадить на фруктовый сад на остальном орехи вот и проблема с которой я столкнулся заключается в том что я не могу найти посадочный материал именно для этого сада а также не обладаю знаниями как правильно его посадить чтобы он выжил прижился дал хороший урожай я работал меня близких помогал мне улучшать благосостояние зарабатываю комедии поэтому обратился Сибирь я объясню почему я обратился именно в сибирский питомник потому что вот здесь я искал в Волгоградской области нету местных именно саженцев абрикосов как другими культурами другие не искал все что предлагается здесь на площадке поисковой это все прислонные из других регионов там непонятно что они используют а местного вообще ничего нету то есть в любом случае это саженец он выкопан у него повреждены корни как бы его приживаемость уже в этих условиях снижается вот и нет никакой гарантии что он как бы будет расти десятилетия вот и второй момент это конечно же деньги потому что просто очень хорошие такие суммы за эти саженцы там начинают эти 100 там заканчивают полутора тысяч и одного саженца Ага двадцатью тысячами кончаются они полутора Да посадить даже по минимальной цене у меня грубо говоря две авиа саженцы по стоимости могут даже приписать саму землю которую я купил как бы И я очень рад что нашел именно ваше видео где вы продаете рассказываете об этом машине и продаете именно косточки потому что вы из косточки можно получить жизнеспособное дерево а используя прививки можно добиться повышения качества плодов вот и именно почему северные порта хоть это и Волгоград и здесь вроде как бы текло Отец мне рассказывает что если были зимы или до 30 до 35 снег лежал так иногда что приходилось выкапывать проходы до школ сейчас они переехали севера 10 лет живут здесь и сегодняшняя зима самая лучшая за все вот эти десятилетия но чтобы вы понимали вчера было минус 20 а сегодня ноль и в конце недели будет 3-4 дня плюсовой температуры и весь снег который выпал он растает и это уже второй раз за эти два месяца в прошлый раз когда все растаяло были просто сплошные лучи вода не смогла уйти потому что снега нет промерзшая земля не позволила это сделать были просто вот на участке у родителей грубо говоря такие могильнички вот эти вот посадочные ямы деревья все по месту поэтому когда нужно технологии применять именно посадки как северных широт на холмнике на гряду вот я в этом уже убедился так вас уже не придется учить с нуля правильно? ну так в общем то я конечно видим как это все делается вот единственно это у меня самый главный вопрос что все сады кто закладывает они все используют обрезку деревьев так или иначе вы категорически против этого то есть нужно определиться именно на схеме посадки потому что деревья будут как бы расти свободно а у вас есть экземпляры которые там по 20 метров как они будут уживаться как бы чтобы не хватало и света так ну все я вас понял значит первое что я понял рассчитывать на местные питомники бесполезно второе значит вы обмолвились что вы хотите еще на этом зарабатывать можно ли заработать на 12 сотках? можно но сразу говорю на плодах нет особенно если вы упомянули абрикосы у вас будет плодоношение в среднем раз в 3 года я вам обещаю в среднем у меня есть своя статистика и своя переписка огромная такой не владеет ни один человек в России то есть 3 года будут свести абрикосы один год дадут урожай другой год дадут славенький а третий год вообще не дадут и так постоянно пока опять не будет изменения климата вот потому что у вас сегодня минус завтра плюс просвались цветы потом их убило и слава богу на улице января у вас потепление ждет плюсовая так вот значит я сделал акцент на том хотите зарабатывать на 12 сотках? все правильно дальше не догадались питомник заводите сразу хотите перестроиться вы на плодах на 12 сотках не заработаете я объяснил почему если бы вы каждый год тогда да а раз в 3 года извините тем более абрикосы теперь яблони да но у вас рядом в Кубань яблонями вы завалены вы это у вас просто не будет раз почему-то у вас проблемы с грушами именно с грушами тем более со сладкими я всегда удивляюсь берут южане два варианта груши это Средней Азии или Южная Европа ну даже у вас замерзает или просто потому что сажется неполноценно так или умудряются знаете где брать в Сибири и на Урале но они то конечно хорошие но они не вкусные опять плохо вот сливы вот сливы они у вас должны прекрасно плодоносит так но рынок завален импортными сливами вы не продадите вы еще не поняли к чему я клоню я клоню к тому что у вас должно быть то чего нет ни у кого и опять мы упираемся в абрикосы может быть еще персики почему потому что я люди угощались моими персиками и импортными те это срывает зелеными и везут какой у них вкус они дозревают но так же как помидоры дороге вот а есть не удивите сливами грушами я буду не видеть рынок завален импортом пусть отравлены пусть 40 обработок ядохимикатами на нем не написано на груши написано она прошла обработку 40 раз вот значит только то я вас на язык не тянул вот что скажете максим да я конечно же об этом думал что на саженцах в основном и можно в принципе в первое время даже было до машины зарабатывать именно подулы выращивать из косточек прививать на них культурные сорта да крупные и на про дело о чем знаете чем сглаживается вот эта негативная статистика заметьте я не хочу чтобы через 3-5 лет стояли как та самая старуха разбитого корыта не хочу вот не нет необходимости именно на вас заработать у меня уже те же косточки абрикосов кончается дело о другом дело о том что вы имея вот если бы вы объехали все округу а ростовская область мне уже хорошо знакомы да это кубань благодаря перепискам разговоров тоже хорошо безнадёга так и вдруг вы высовываетесь вместе со своими это второй этап плодами на продажу а куда же девать то конечно продавать будете но у вас должен быть маточный сад на всех 12 сотках и все это саженцы саженцы как это выглядит 2 5 соток да прекрасный полносящий сад а вот а остальное питомник саженцы однолетний двухлетний раз ни у кого нет вы монополист я сейчас брал картошку на рынке у нас уже несколько 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 недель 1 и 10 торгуют картошкой получается за осень и вот сейчас только январь детском месяце цена картошки со 100 до 350 рублей поднимать за ведро знаете почему да потому что он один торгует на полгорода вот так вот у нас перестали картошку выращивать вот чем беда просто народ бросил он не бросил он умер тот народ который выращивает картошку он на могиле или доживает последние уже чуть не сказал дни это правда это жестокая правда а сейчас никого мы из картошки не мыслили без 10 соток а сейчас все а зачем была бы нам нужна картошка по 350 рублей когда у нас свая полный погреб даже мышам хватало я уже куплю кусок мяса за эти деньги а на этой картошке выберу какой нибудь по дешевле ладно смотрите дальше и вдруг я говорю а у вас будет лучше почему когда вы начнете прививать свои подвои абрикосовые так они со всей планеты вот и там получается ну никуда не денетесь чуть-чуть станете селекционером почему эти плод носят раньше то есть цветут а эти позже значит пол сада уже не погибнет я имею ввиду урожай так нет а у нее а эти с франции эти с хабаровска эти стихотая линия эти с канады поняли да эти франции и получается что привой а это железовская теория практика влияет на подвой и у вас они не зацветут в один день значит у вас шансов что урожай будут не раз три года как я сказал ну скажем да раз два года так а это уже все значит вы уже в плюсе то есть вы уже не банкрот а дальше смотрите растет маточный сад он же цветет он же дает плоды пожалуйста в я же как сергей железов сыном у меня сегодня с ростов был звонок с ростова вот и разговор был примерно такой же как с вами так ну только набегу я был за рулем и вот он значит мне одно а я ему другое вот дело в том что вроде у них тоже безнадега полная так же а результат почему как бы там моносады так можно сказать если нет урожая то его и нету вот как вы сказали раз там это все убито а когда допустим несколько я называю 2 3 4 волны цветения не зря же у нас как абрикосы попали по завтра яблок девать некуда абрикосы проскочили яблоки убила вот а у вас получается маточный сад он на 3 4 год заплодоносит так вы будете также как мы с сергеем железовым водить по саду вот это как я человеку рассказывал он говорит куда вы деваете урожай а вот же видит у меня фотографии роскошные вот как я говорю гостей то сколько один торгуется саженцами полная машина народу они ходят по саду и набивают карманы кто в сумке понимаете приходит осень а продавать то нечего а мы не стараемся слава важнее это те же деньги престиж еще приедут и вот получается так 3 сада ну нет ладно грубо половина маточный сад он же плодоносящий первые года берете черенки все это вы наверно уже знаете а вторая половина сайте саженцы вы даже вырастив не привитые уже можете их продавать знаете почему потому что тут получается как когда человек говорит у меня такие плоды роскошные или с грубой груши со счастьем а потом раз все это не то хуже получается а у меня получается маньчжурцы они настолько дикари ну как образа говорить дикари что любой их потомок облагорожены культурными уже лучше будет когда будет 20 30 грамм не привитое а уже можно дать 40 50 вполне прилично культурка в нем много фотографий фильмов телевидение снимала то есть я это все не выдумываю получается уже ну так образно говоря вы сейчас тысячу годов тысячу кошечку меня купили со скидкой так если нормально провели стратификацию я еще не начинал я феврале делаю у вас получилось 800 900 саженцев вам для нашего сада нужно 100 200 вы сказали 20 соток с 1 2 раза 6 соток отдали подсад стали монополистом по абрикосам ходили грушу купите на рынке отравлены правда покушать а здесь получается так два раза гуще это получается так порядка 200 посадите на 6 сотках так даже в три раза гуще получи до чертим мало ли что будет пока пусть гуще больше черенков дадут на прививку а остальное раз посадили так что на следующий год их можно привить а может так продать вот и как брать будут у нас про маньчжурский абрикос мои фотографии у меня есть фотографии снять прям с экрана ну с рекламы написано абрикос маньчжурский моя линейка знаменитая раскрашенная да абрикос маньчжурский фотографии плоды скромные саженцы по 8 не про прививку не слово саженцы 800 рублей продавали красноярске а если у вас безнадега вы даже не привая уже король а если еще на следующий год закажите мои черенки ну тогда все кстати сразу подсадите на иглу если мои по двое я когда-то начинал 43 королевского 39 мертвых я я это все прошел еще заработал не просто уважение заработала государственную премию только забывай отручить и 40 39 мертвых вот такое начало зато теперь и 199 живых вот так коротко я сказал теперь после этого так вообще задавайте вопросы надо садить буквально 2 на 2 все такое природа проредит раз понимаете вот потом не обязательно у меня же сейчас есть такое вот два растет рядом между ним метр не решился какой убрать плодоносят оба между двумя другими два метра между третьими три метра есть шесть метров то есть никакой системы никакой красоты знаете что делают мои саженцы выращивают они же растут не дружно особенно в школке я говорю оставляйте желательно не пересаживая самое здоровье нету что как же это между этими два метра между эти а следующие четыре вот а это еще в соседнем ряду получается как бы зигзаг полметра нет надо выровнять надо выкопать искалечить зато ровно вот я и говорю так садите два на два и сколько влезет если вы действительно сможете из тысячи вырастить 700 800 а эти сразу на продажу или если как как я делал я уничтожил когда-то персики скажу по сотни черенков срезал на продажу 40 градусов мороза не погибли было такое если у вас есть на чем прожить год закажите черники привьете потом через год два матышный сад будет такой понимаете что почему-то в сибири оказались плоды невиданные для всей россии ни один академик не то что их не пробовал не выращивал он их не видел глаза они даже не знают что это существует на свете это при том что мы не в недель не покупали эти 100 граммов и прочее мы сделали мы сделали а вам теперь только сохранить надо вы знаете освоить час экран да смотрите пусть это будет может потом вопросы может еще на следующий фильм потянет смотрите вот это вот у меня фото галерея вот она видите я нажал это сайт любой любой может сюда попасть три слова набрав сайт садовода железа по-русски и в яндексе в гугле он тут теперь попав сюда фотогалерея да вот она хаотичная я не выбирал где абрикосы где именно абрикосы но они знаете какие они потеряли уже название сортов значит сказал курдю в ваш землях знаете нет он сказал железом это говорит классик железа упразднил понятие сорт серьезно так было вот я выбираю только абрикосы смотрите вот это потом это потом вы увидите все увидят а вам они нету правильно вы думаете ждали пока вы мне позвоните за нет и при сети нету но первый этап это запоминайте или записывайте если действительно хотите сад вас нет другого пути это как говорится это затея обреченный на успех вас нет другого пути просто нету вы должны сейчас посмотрите мне говорили куда вы рожай девать видели куда деваю вот уже скончились пакеты кончились все эти сумки ничего народ у нас простой без затей вот так вот это давайте я показываю самое важное вот вы думаете я такие когда-то выписывал я сделал вот то что вы увидите потом ахнете я правильно понял вот например сорта примеру королевские это вообще родом и франции правильно да когда-то они росли только во франции то есть ваши абрикосы имеют богатый генетически грубо говоря в такой форме и ну как бы в теории они могут послужить привоями для каких-то сортов из других стран да там Европы и страны нет тут все гораздо проще и сложнее генетическая совместимость основа основ если у меня вот сейчас я покажу смотрите вот это я называю знаете как вы потом увидите сейчас там не видно вы увидите на блюдечке абрикосы супер сорт высшая лига их называю которую я назвал крупноплодие железа только потому что это были простые заварядные абрикосы без названия ну а дальше уж сами понимаете как получилось так получилось это я все показываю на экране кстати это не телефон его и звонит и вот получается что значит или то что нет крупноплодных пусть вас не смущает косточек правда пусть не смущает остались вот я сейчас на экране нажимаю потом увидите это амур так они не крупные у них твердая мякоть они с кислиткой они настолько твердые что косточка внутри сухая вот а и в то же время мечта хозяйки и по отзывам вкуснее чем даже королевский почему подавай кислинку я ничего с этим не могу поделать подавай кислинку и все ну да она вкуснее мне тоже нравится кислинка и компоты и в то же время знаете что такое автомобиль первое первое 2101 помните вот самый первый вот я амур так и называешь это аналог автомобиля 2101 надете крупная не роскошная но надежнее не бывает так и тут значит я сейчас взял и крупным планом раскрыл фотографии где в банках лежат мелкие ну как мелкие ну в общем маньчжурцы и жердели так косточки небольшие а наверху поставил банку со 100 граммовыми абрикосами вот и вот получается это как символично вы потом увидите это и я вышлю ссылку сразу буквально сегодня фильм будет обрабатываться позже ну там красивая музыка ну как обычно он позже через недельку а пока вот такая картина то есть вы увидите ее в сыром виде но у вас будет понятие как и что и что а в принципе оказывается я то думал мы начнем с вами как я собирался с это буквально с азов а судя по разговору вы уже многое знаете ваш вопрос теперь так звучит вот я еще успеваю показать каталог вот сейчас вы же а вы по электронке со мной общались или не общались общался по именно по электронке да я вам не высылал каталог каталог высылал ну дальше теперь так учить вас азам вы я уже понял вы все знаете в принципе так и теперь вопрос только в том что исходя из того что я говорил и еще один совет напоследок осталось пару минут он звучит так значит не за как тот разговор как мы начинали не за саживайте сразу весь участок сделайте школку садитесь это самое так так часто как садите помидоры там 80 80 где-то так потом будете лучше останутся навсегда а остальные будете переносить то как привать на месте на коленках как я а когда пойдут рост желательно чтобы они были в таких же горшках как у сергея вот ну опять же сейчас уже по поздно показывать эти самые поздно показывать и фактически сначала начинай сейчас взял открыл каталог так здесь получается есть прошлогодние они два раза они до 20 процентов дешевле вот это если кого у кого это они ничем не хуже свежих вот дальше значит я показываю книги на экране осталось несколько экземпляров книги в толстой обложке подарочная дорогая 1300 вот книга дешевая 600 рублей тоже есть этих немало книг вот есть на диске книга если 300 рублей трон виде 500 рублей это же не вам говорю о всем подряд вот 600 рублевая книга на экране так вот есть брошюра 100 рублей одну покупаешь 200 рублей если 4 кто у кого школе пятерка то догадается что 4 братья выгоди вот привычная лента хотите если в следующем году уже вдруг у меня не будет это не я делаю а мой помощник вот такая вот лента вот такая лента и сейчас не закажете больше никогда не закажете то что предлагает как привычная лента это сопли это все туфта но это не раз рассказывал показывал учебные диски сняты прямо в саду это уникальная вещь сибирский сад целиком и без обмана потому что все практически все 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 сколько я знаю питомники садов не имеют садовцами торгуют секрет страшный секрет рассказать пока не удалось все это я все закончится запись максим ждите от меня сейчас я пришел ссылку